Здравствуйте! В эфире телеканала Новороссия ТВ новости. В студии для вас работает Виталий Нагорный. Коротко о главном. В ДНР усилили меры безопасности в связи с терактом в Луганске. В Украине горники отказались покидать шахту из-за долгов по зарплате. Лавров заявил о необходимости адаптировать совбез ООН к современным реалиям. Руководство ДНР продолжает заботиться о защитниках республики, которые ценой собственной жизни ежедневно стоят на страже границ Родины. 20 сентября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец вместе с главой администрации Донецка Алексеем Кулемзиным вручили ключи от однокомнатной квартиры защитнику республики Ивану Олейнику. Сегодня мы пришли порадоваться с ополченцем, который один из первых в 2014 году встал на защиту нашей Родины. К сожалению, получил тяжелые ранения, потерял свое здоровье, потерял свой дом и остался, можно так сказать, инвалидом до конца своей жизни. По словам министра, раненый боец оказался в тяжелой жизненной ситуации, нуждался в жилье, поэтому его родственники обратились к руководству республики. В свою очередь защитник поблагодарил всех, кто поддерживал его и помогал все это время с момента получения тяжелого ранения. На Украине проблема выплат заработной платы горнякам стоит все так же остро. Сколько бы шахтеры не страйковали и не требовали у правительства выплат всех задолженностей, ситуация неизменна. Об очередной забастовке рабочих рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники шахты Бужанская отказались подниматься на поверхность, требуя выплатить им долги по зарплате. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. Вчера горники второсмены шахты Бужанская ГП «Волынь-Уголь» отказались подниматься на поверхность. Они требуют выплаты заработной платы. Им не выплатили еще 20% за июнь, 100% за июль и 80% за август. Глава профсоюза подчеркнул, что к настоящему моменту задолженность по заработной плате шахтерам почти достигла отметки в 900 млн грн. А с 1 октября этот показатель может вырасти до 1 млрд 300 млн грн. Стоит отметить, что украинские горники уже неоднократно проводили акции протеста, требуя выплаты долгов по заработной плате и выступая против намерений властей закрыть ряд шахт. Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Европейским Союзом относительно упрощенной выдачи виз и взаимных обязательств по данному вопросу. Российская сторона прокомментировала заявление белорусского лидера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска. По словам Пескова, такие планы не должны препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, так как существующие режимы между Россией и Белоруссией, цитата, «конечно учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами». Глава МИД России Сергей Лавров для общественно-политического журнала «Россия в глобальной политике» написал статью под названием «Мир на перепутье и система международных отношений будущего». В ней он говорит о Совете Безопасности ООН, стремлениях Соединенных Штатов, а также о внешней политике Российской Федерации. Подробности далее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости адаптировать Совет Безопасности ООН к современным реалиям. Об этом он написал в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике». Министр подчеркнул, что реформирование Совбеза должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки. В своей статье глава российского МИД также рассказал, что Соединенные Штаты упорно стремятся мобилизировать, по сути, всех своих внешних партнеров для сдерживания России и Китая. При этом не скрывают желание рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, министр указал, что США приступили к реализации планов размещения оружия в космосе. Он отметил, что при этом Вашингтон отвергает предложение договориться об универсальном моратории на такую деятельность. Вместе с тем, в тексте подчеркивается, что Россия намерена продолжить продвигать положительную повестку дня, ориентированную, цитата, на стирание старых и недопущение появления новых разделительных линий. 19 сентября состоялись трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом. На мероприятии поднимались вопросы, касающиеся в первую очередь поставок голубого топлива в Киев. По итогам заседания представители всех трех сторон дали свои комментарии относительно прошедшей встречи. В четверг 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по вопросу транзита газа после 2019 года с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии. По итогам консультации министр энергетики России Александр Новак отметил, что они прошли конструктивно. Мы обсудили очень много вопросов, причем конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и о тех объемах, которые будут с 1 января 2020 года. Новак добавил, что в ходе переговоров обсуждалась в частности тема регулирования взаимоотношений по стокгольмскому арбитражу и решения, принятые стокгольмским судом. Россия также предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа на любой срок, необходимый Киеву, для интеграции своего законодательства с правовыми нормами Евросоюза. Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Аржель в свою очередь сообщил, что в будущем стороны обсудят срок контракта и тарифы, а пока сохраняется риск не подписать новое транзитное соглашение. Он добавил, что Украина передала партнерам дорожную карту по модернизации газотранспортной системы и свой проект договора на транспортировку газа. При этом вице-президент Еврокомиссии Мара Шевчевич заявил, что приоритетом Брюсселя является именно долгосрочный транзитный контракт. Он также сообщил о невозможности реализовать предложение российской стороны о продлении текущего контракта, так как с 1 января 2020 года «Нафтогаз» перестанет существовать как оператор украинской ГТС, а положения действующего договора не отвечают европейскому энергетическому законодательству. Отметим, что следующий раунд трехсторонних переговоров должен пройти через месяц. Жаркие споры разгораются за столом Совета безопасности ООН. Темой обсуждения стал сирийский ИДЛИП. Военные действия в республике, по словам главы Медроссии, закончились и остались лишь небольшие скопления боевиков. Таким образом, на заседании центральным вопросом является полное прекращение огня на территории Сирийской Арабской Республики. Совет безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кювейта о прекращении огня в ИДЛИПе. Россия и Китай проголосовали против принятия документа. В проекте резолюции Бельгии, Германии и Кювейта страны призывают все стороны прекратить огонь 21 сентября в 12.00. При этом Россия и КНР представили свой вариант документа, в котором говорится, что прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных террористических групп, как это определено САББЕЗом ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензи в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил, что Германия, Бельгия и Кювейт, цитата, «вбросили проект резолюции и всячески нагнетали темп работы над ним», указывая на сообщение о якобы массовой гибели мирных жителей Выдлебе. Никаких масштабных операций в Выдлебе не проводилось и сейчас не проводится. В провинции соблюдается прекращение огня, периодически нарушаемое исключительно террористами. По словам постпреда, только террористы продолжают вести войну, заставляя страдать мирное население. Небензи также отметил недопустимость оправдания деятельности террористов. Постпред Китая при ООН Джан Цзюнь назвал неконструктивным проект резолюции по Сирии, представленной Бельгией, Германией и Кювейтом. Дипломатические усилия по урегулированию ситуации в Сирии продолжаются, и ситуация в Выдлебе развивается в позитивном направлении. В таком контексте вынесение этого проекта резолюции на голосование явно неконструктивно и не приведет к желаемым результатам. В то время как представители Совета безопасности ООН не могут определиться с подписанием документа о прекращении огня в Сирии, в провинции Идлиб на севере республики одна из террористических группировок отказывается сложить оружие и отпустить удерживаемых мирных жителей. Боевики антиправительственных группировок в провинции Идлиб на севере Сирии не выпускают местных жителей на подконтрольные правительства территории через пункт пропуска Абу-Эд-Духур. Как сообщает представитель сирийской армии, ведущие к пункту пропуска дороги перекрыты. Жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. Боевики прикрываются мирными жителями и используют их как живой щит. Отметим, что пункт пропуска Абу-Эд-Духур был открыт 13 сентября после продолжительного перерыва. Повторное открытие состоялось по инициативе Российского центра по примирению враждующих сторон в тесном взаимодействии с сирийской стороной. Пока Соединенные Штаты Америки продолжают обвинять Иран в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Эр-Рияд совместно с арабской коалицией начинает военную операцию в Йемене. Напомним, что именно йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за недавнюю атаку на нефтяные заводы Королевства. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию против военных объектов на севере Хадейды в Йемене. Об этом телеканалу «Аль-Арабия» сообщил представитель коалиции Турки Аль-Малеке. Он сообщил, что в результате операции удалось уничтожить четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины, а также призвал мирных граждан избегать объектов, на которые нацелена операция. Ранее Аль-Малеке обвинил хуситов в попытке совершить теракт в Красном море, используя заминированную лодку на дистанционном управлении, которая вышла из порта Хадейды. В свою очередь, хуситы через подконтрольный им телеканал «Аль-Масира» заявили, что коалиция в нарушении мирных соглашений нанесла четыре авиаудара по одному из районов Хадейды. При этом они опровергли сообщение о попытке нападения в море. Напомним, что 14 сентября нефтяные заводы «Сауди-Арамка» на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя еменские повстанцы хуситы. Военные США всеми силами пытаются отвлечь общественность от провала американских противоракетных систем в Саудовской Аравии. На какие только ухищрения не идут представители Вашингтона. Один из них снова решил напомнить о российской агрессии и, конечно же, о том, что у Америки есть четкий план противодействия Москве. Представители Российской Федерации не остались в стороне и высказались на этот счет. Командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке Джеффри Лиха Региан заявил, что Вашингтон разрабатывает планы по отражению так называемой российской агрессии. «Если мы пойдем туда, чтобы уничтожить, например, калининградскую интегрированную систему противовоздушной обороны, пусть не будет никаких сомнений, что у нас есть план, чтобы ее атаковать. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить». В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин отметил, что подобными заявлениями командующий ВВС США может пытаться отвлечь внимание от провала американских систем «Патриот» в Саудовской Аравии. «Американцы слишком много говорят, в то время как военным надо меньше комментировать, а больше делать. К сожалению, США и блок НАТО занимаются только болтовней. По факту, против России никто и ничего противопоставить не может. Насчет самого высказывания очевидно, что нет никакой российской агрессии. Тем не менее, к таким высказываниям все уже привыкли». Слова американского генерала также прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Во-первых, мы квалифицируем это как угроза. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность». Захарова подчеркнула, что подобные заявления являются показателем глупости. «Здесь вопрос не только безответственности, но и глупости. Умные, дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их либо назначают на соответствующие должности, либо избирают их, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят ущерб, репутационный ущерб той стране, которую эти люди представляют». На северокорейских моряков, которые занимались браконьерской деятельностью в Японском море, заведено уголовное дело. Помимо незаконной ловли рыбы, граждане КНДР также напали на российских пограничников. «Один из северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников, умер в результате полученных во время задержания ранений. Об этом сообщил начальник дознания пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов. Хочу отметить, что столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения по нашим законам грозит конфискация судна. А как известно, Северная Корея – это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытии грозит ответственность по их внутренним законам за утрату данного имущества». Также сообщается, что следственные действия с рыбаками из КНДР будут вестись на борту судов и в присутствии Генерального консула Народно-демократической республики. Напомним, во вторник российскими пограничниками было обнаружено две шхуны, экипажи которых занимались браконьерством в исключительно экономической зоне РФ. Один из экипажей совершил вооруженное нападение на военнослужащих погранслужбы. В результате инцидента был задержан 161 гражданин КНДР. Всем пострадавшим оказана помощь. Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 90 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики ВСЦКК. Под огнем украинских силовиков оказались Донецкий аэропорт, поселки Александровка, Жабичево, Старомихайловка и Трудовский на окраинах и в окрестностях столицы, а также села Петровская, Коминтернова, Ленинская и Саханка расположены на юге республики. При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Уточняется, что в результате обстрела со стороны ВФУ на западе Донецка был ранен мирный житель. В Управлении народной милиции республики также сообщили, что разведка ДНР выявила факты размещения бронетехники, зенитных установок и ракетного комплекса вблизи жилых домов и социальных объектов на временно подконтрольной Украине территории Донбасса. В связи с терактом в Луганске власти ДНР усилили меры безопасности в республике. Напомним, накануне в Луганске в результате диверсионно-террористического акта был поврежден путепровод по пути следования автомобилей гуманитарного конвоя Российской Федерации. В Луганске рассматривают версию причастности к произошедшему украинских спецслужб. Сельскохозяйственная отрасль Республик Донбасса с каждым годом развивается все быстрее и постепенно выходит на уровень довоенного производства. Так, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики отчиталось об успехах, достигнутых в отрасли за текущий год. Урожайность зерновых культур в 2019 году в Луганской Народной Республике увеличилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько. Он также заявил, что продовольственной и фуражной пшеницы в ЛНР достаточно для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Кроме того, Пронько рассказал, что в настоящее время ведется уборка поздних сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и подсолнечник, по которым урожайность также превышает уровень прошлого года. Также министр отметил, что ГУП ЛНР – региональный аграрный холдинг вышел на довоенный уровень производства мяса птицы. Если в прошлом году было произведено порядка 1,8 тысячи тонн этой продукции и участвовало в рабочем цикле всего 9 производственных помещений, то на сегодня участвует уже 33. На сегодняшний день в убойном весе произведено 5 270 тонн мяса птицы. С февраля 2017 года в ДНР действует гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса. С момента ее запуска жителям региона оказывается социальная, административная, медицинская, а также финансовая поддержка. В рамках реализации этой программы в ДНР появилось офтальмологическое оборудование, позволяющее проводить операции новорожденным детям. В детской офтальмологии появилась лазерная хирургия. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения ДНР. В рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в Республиканскую детскую клиническую больницу Министерства здравоохранения ДНР было поставлено новое офтальмологическое оборудование – лазерный аппарат АЛОТ-01, говорится в сообщении. Теперь специалисты лечебного учреждения смогут проводить лазерное лечение ретинопатии недоношенных детей в условиях офтальмологического отделения РДКБ Министерства здравоохранения ДНР. Кроме того, ведомости отметили, что в июле 2019 года на лазерном аппарате АЛОТ-01 впервые на Донбассе успешно прооперирован ребенок из Новоазовска в возрасте трех месяцев. Они, как никто другой, знают, насколько важно быстро и своевременно оказать помощь. В сложной ситуации любая секунда на счету. 20 сентября в Янакиево состоялось торжественное открытие соревнований по пожарно-спасательному спорту. Сотрудники МЧС, студенты Академии гражданской обороны и юные спортсмены со всех городов республики собрались, чтобы выявить лучшего в этом деле. С приветственным словом к участникам соревнований обратился глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Он пожелал всем присутствующим удачи и объявил старт состязаний. Надеюсь, что сегодня у всех участников будет прекрасное настроение и спортивный азар. Я уверен, проигравших не будет. Желаю всем участникам соревнований удачи и высоких результатов, а зрителям положительных эмоций и ярких впечатлений. Соревнования объявляю открытыми, в плане соревнований поднято. Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в Янакево впервые в 2015 году. С тех пор, уже пятый год подряд, стадион «Металлург» становится местом, где спортсмены разных возрастов соревнуются в скорости, ловкости и выносливости. В соревнованиях участвовали 17 команд из разных городов республики, в том числе две команды из Академии гражданской защиты ДНР. Спортсмены состязались в трех дисциплинах. Это преодоление стометровой полосы с препятствиями. Участвуют взрослые спортсмены, мужчины, взрослые спортсменки, женщины, юноши, старшие, средние, младшие, возрастные группы, и девушки, старшие, средние, младшие, возрастные группы. Следующий вид будет пожарная эстафета 4 по 100 метров. Это только взрослые спортсмены, мужчины. И завершающая спортивная дистанция – это боевое развертывание. На полосе препятствий развязалась нешуточная борьба. Уступать не хотел никто. В подобных соревнованиях одна ошибка может стать причиной поражения, но в экстренной ситуации драгоценные секунды могут стоить жизни человека. Тем не менее, ежегодно соревнования по пожарно-спасательному спорту собирают большое количество участников. Несмотря на то, что эта деятельность требует отваги, мужества и силы, девушки ничем не выделяются на фоне парней. Я участвую в этих соревнованиях уже второй год, и мне это очень нравится, очень интересно, потому что профессия общеспасательная, очень отважная сама по себе. Не каждый на это рискнет, не каждый способен, и мне это очень нравится. Меня просто пригласили участвовать, и третий год я уже участвую. Просто привлекает эта профессия, она спасает людей. Хочется спасать людей, и хочется. Участвуем, это второй год только. До призовых мест еще не дошли, но все в будущем. Почему участвуешь? Что тебя привлекает в этих соревнованиях? Привлекает? Ну, проверить свои силы в первую очередь. Выступить за академию, за честь академии. Настоящий восторг у зрителей вызвал забег самого юного участника соревнований. В свои девять лет Феликс преодолевает препятствия, которые под силу даже не всем взрослым. Сегодня мальчик поставил свой личный рекорд, пройдя стометровку за 36 секунд. У меня папа, пожарный брат, и сам хочу. По окончанию мероприятия лучшие спортсмены были награждены грамотами и медалями. На протяжении всего года каждое подразделение проводит комплекс мероприятий по подготовке своих спортсменов, а подобные соревнования – хорошая возможность для спасателей показать свои способности. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и ютуб-канале Новороссии ТВ. Также рекомендуем подписаться на наш информационный канал в Телеграм, благодаря которому вы будете ежедневно получать оперативную информацию. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии работал Виталий Нагорный. Всего доброго, не переключайтесь. 21 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках будет пасмурная погода. Почти во всех городах пройдут дожди, также ожидаются небольшие заморозки. Так в Луганске тучи закроют небо уже с самого утра. Днем пройдет дождь, который к вечеру должен закончиться. Днем ожидается до плюс 13, ночью столбик термометра опустится до плюс 4. Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Северодонинске также будет покрыто облаками. После обеда ожидается дождь с грозой. Днем прогнозируется до плюс 13, ночью до плюс 4. В Волчевске также будет облачно. Днем начнется дождь с грозой, который не закончится до самого вечера. Днем плюс 13, а ночью плюс 4. В Мариуполе ясная погода будет держаться с завидным постоянством. Хотя днем на небе будет наблюдаться небольшая облачность. Без осадков. Днем до плюс 15 градусов тепла, ночью до плюс 5. В Славянске ожидается пасмурная погода. Днем пойдет дождь с грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Днем столбик термометра установится на отметке плюс 14, ночью на плюс 4. Такая же погода ожидается и в Краматорске. Ясному утру придет на смену облачная погода, а после обеда дождь с грозой. Днем плюс 14, ночью плюс 4. Пасмурная погода и дождь ожидается и в Янакево. Днем столбик термометра поднимется до плюс 12, ночью опустится до плюс 3. В Горловке также на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. После обеда ожидается дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться. Днем до плюс 12, ночью до плюс 3. В Макеевке также на протяжении всего дня будет пасмурно. Днем ожидается небольшой дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться. Днем столбик термометра установится на отметке плюс 12, ночью на плюс 3. В столице ДНР с самого утра и до вечера небо будет скрыто за облаками. Днем, возможно, пойдет дождь с грозой, но он закончится еще до наступления вечера. Днем воздух прогреется до 12 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до плюс 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова